МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в студии на Пушкина 8 мы ищем ключ к решению конфликтов. Смогла ли медиация, которая уже около 10 лет развивается в Белоруссии, стать эффективным инструментом до судебного решения споров? Какие коррективы внесет лето 2020 и что о медиации неплохо знать каждому из нас? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Председатель Гомельской областной коллегии адвокатов, медиатор Сергей Ефимович. И снова здравствуйте, Сергей Ефимович. Специалист по правовой работе Гомельской областной нотариальной палаты, медиатор Виталий Сорока. Тайя Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Начальник отдела ЗАГС администрации железнодорожного района города Гомеля Карина Борисенко. Рад видеть, Карина Сергеевна. Здравствуйте. И судья Гомельского областного суда Александр Хомич. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый день. День добрый. Что ж, начнем с разговора о нашей правовой грамотности. Александр Александрович, что поменялось в этом плане за последние 5-10 лет? И поменялось ли вообще? За последние 5-10 лет однозначно возрос уровень правовой информированности граждан, информированности их о своих правах и способах их реализации. В то же время понятие правовой грамотности является понятием комплексным, включая в себя знания не только о правах, но и знания об обязанностях, знания базовых нормативно-правовых актов, умение анализировать и применять полученные правовые знания при анализе конкретной конфликтной ситуации. И, наконец, реализовать все это посредством правомерного поведения. Так вот, исходя из данного подхода и применительно к той деятельности, которой я занимаюсь, я не готов утверждать о росте именно правовой грамотности граждан. Сергей Иванович, что говорит о вашем опыте и наблюдении? Я соглашусь с тем, действительно, уровень информированности возрос, но вот повлекло ли это за собой повышение уровня грамотности, это большой вопрос. Почему? Потому что 5-10 лет назад, наверное, массивы информации были несколько иные, доступность была совершенно иной, и сейчас мы сталкиваемся в большей степени с проблемой, когда гражданин очень серьезно информировал, но не знает, какое решение ему принимать в конкретной жизненной ситуации. Причем информируют его и кинофильмы, где все добиваются справедливости в любой истории, в любой ситуации, и интернет, и советы, специалистов в кавычках. Вот это огромное количество информации вокруг. Почему чаще негативно влияет на процесс, о котором мы говорим? Ну, сложнее ориентироваться в этом потоке информации. И плюс ко всему, человек, который имеет общее представление о правилах, он забывает о том, что в данной конкретной ситуации может действовать не правило, а исключение. А иной раз исключение из исключения. Поэтому, ну, не всегда те знания, которые он может почерпнуть, исходя из общедоступных источников, они представляют действительно какую-то ценность для решения конкретной жизненной проблемы, либо ситуации. А может быть проблема, Виталий Анатольевич, в том, что за советы специалиста нужно платить? И так во всем мире, не только в Гомеле и Беларуси. А блогеры, интернет и даже любимые соседи комментариями делятся бесплатно. И так проще? Наверное, выбор – это всегда хорошо. Выбор – это хорошо, но только нужно понимать, что мы всегда получаем то, что выбираем. Соседи, друзья и другие сочувствующие, но они, как правило, либо на стороне, коллектующих сторон, либо принимают активное участие. Блогеры действительно раздают множество советов, интернет, здесь помощник. Только никто из них не знает суть проблемы. Не было бы хуже. Сергей Иванович, а в вашей практике были ли такие истории, когда человек приходит с убеждением? Я подкован в правовом плане, и я прав. Поверьте, точно прав. Вы понимаете, анализируя ситуацию, что это не так? Но ведь это убеждение давит, и как с этим быть? Бывают и такие случаи, когда человек приходит не столько услышать мнение, сколько подтверждение своей позиции. И даже если он находится несколько в конфликте с какими-то позициями согласно действующему законодательству, иной раз он, конечно, желает услышать ровно то, что желает услышать. Но, наверное, сомнение какое-то присутствует, и мнение специалиста для него важно. И в последнее время, вот, коль мы говорим об информированности, мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда человек, видя несколько ответов разных по одному и тому же вопросу, не может определиться, какой же из них является действительно верным и правильным. И все-таки главное, наверное, в том, что рано или поздно даже такой уверенно сомневающийся придет так и к специалисту, правда, может быть, на ломов дров. Ну, я скажу, есть такая хорошая поговорка, что иной совет, он заканчивается тем, что необходимо обращаться за консультацией к специалисту. Александр Александрович, а вот жители региона за это время чаще стали отстаивать свои права в суде? Ну, скажем так, количество обращений граждан в суд явно не снижается. Если оперировать цифрами, то, скажем, в 2018 году это было... В суды области поступило порядка 29 тысяч дел. В 2019 году порядка 27 тысяч дел. Ну, я не говорил бы о каком-то снижении значительном, потому что дела наиболее сложные, наиболее спорные, они продолжают поступать в суды, уровень сложности дел не снижается. По наиболее сложным вопросам, с наиболее сложными проблемами люди продолжают идти в суды. Каких сфер в основном сегодня касаются такого рода обращения? Да, собственно говоря, всех сфер применительно к статье 37 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, который определяет общее правило подведомственности дел судам. Это все. Ну, применительно к теме нашей сегодняшней беседы. Это, конечно же, дела искового производства, дела по спорам, связанным с гражданскими отношениями, семейными, трудовыми, жилищными, земельными. То, чем человек сталкивается в своей повседневной, обыденной жизни. Хорошо, скорректирую вопрос так. А все ли из этих дел должны были или могли бы доходить действительно до суда? Или в большинстве случаев, это, конечно, может быть только мое предположение, речь идет именно о принципиальности? Дело в том, что статья 60 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому защиту права и свобод независимым, беспристрастным, справедливым судом в определенные законам сроки. Поэтому, если этот самый каждый решит, что его права и свободы должны быть защищены именно судом, то да, каждое такое дело должно доходить до суда. Иной вопрос, насколько это целесообразно. Не будет ли проще, оперативнее, наконец, дешевле, прибегнуть к каким-то внесудебным методам урегулирования спора? Но это, в первую очередь, зависит от самого человека. С одной стороны, принципиальность. С другой стороны, можно сказать так. Попытка переложить ответственность на кого-либо в решении конфликта. И если это профессионал, то, по-моему, плохого ничего в этом нет. В целом, это тоже еще одна ступенька эволюции, когда в любой конфликтной ситуации мы идем к специалисту. Суд ли это должен быть? Тоже вопрос. Не всегда это должен быть суд, я считаю, потому что, ну да, мы наблюдаем такого рода своеобразный инфантилизм, когда проще переложить ответственность за принятие решения на государство в лице судебных органов. А в случае, если результат не удовлетворит, всегда можно указать на непрофессионализм, некомпетентность и сказать, что виноват кто-то иной, но не я. Поэтому есть ситуации, когда человеку стоит взять ответственность на себя, оценить, действительно ли это принципиальная позиция или просто нежелание и неумение слышать вторую сторону и пойти по какому-то альтернативному пути. В 2013 году в Белоруссии был принят закон о медиации. Сергей Иванович, вот за этот немалый отрезок времени, как по-вашему, разобрались ли белорусы в том, что же такое медиация и перестали ли путать медиацию, к примеру, с медитацией? Я думаю, что перестали уже путать в большей степени, но в то же самое время еще институт в стадии становления все-таки прибывает. Почему? Потому что сам термин медиация, наверное, он еще не совсем в ходу общежитейском. Но я скажу, что любое гражданское дело, оно ведь начинается с вопроса о том, не желают ли стороны заключить мировое соглашение. И в том случае, если действительно они согласны вести какие-то переговоры, вот и здесь возникает вопрос о необходимости применения этого института. И я скажу, что все больше и больше граждан обращается именно по вопросам ведения переговоров по ведению процедуры медиации. То есть осознание уже большого круга людей, оно все-таки наступило. То есть, да, люди не желают примиряться на определенном этапе, но готовы к обсуждению. И это как раз-таки за шаг до суда. Что обычно вы, как медиаторы, Виталий Анатольевич, Сергей Иванович, говорите своим будущим клиентам? Как объясняете, что же такое медиация и почему к ней необходимо прибегнуть? Медиация – это способ, мирный способ урегулирования конфликта и спора. Несудебный способ с помощью третьего нейтрального лица-медиатора, который имеет специальное познание и обладает навыками переговоров. Это современный, гуманный и в то же время прагматичный способ, который позволяет избежать судебного разбирательства, сэкономить силы, средства и время. И опыт справедливости ради – это не только белорусские. За глубежом медиацию достаточно эффективно используют давно. Институт медиации в Республике Беларусь достаточно эффективно развивается. Но есть, на которое хотелось бы обратить внимание, допустим, Российская Федерация в прошлом году приняла решение о придании силы исполнительным документам ятивному соглашению. В данном случае при исполнении данного решения, ятивного соглашения, нет необходимости обращаться в суды. Эта процедура стала более привлекательной и эффективной. Но о том, как меняется белорусское законодательство, мы еще поговорим. Сергей Иванович, здесь ставится еще и разговор о снижении нагрузки на суды. Это в продолжении разговора с Александром Александровичем. Огромное количество дел, которые могли бы действительно не доходить до суда. И здесь экономия и финансов, и бережем мы нервную систему, и трудозатраты, и так далее. Да и судам даем возможность заниматься действительно серьезнейшими делами. Я скажу, если мы касаемся мирового опыта, то здесь необходимо учесть тот факт, что сама по себе медиация в разных странах, она имеет тот или иной уровень обязательности по отношению к определенным категориям дел. И когда у нас вносились изменения в ныне действующий закон о медиации, очень серьезно обсуждался вопрос о необходимости введения обязательной процедуры проведения медиации по конкретным категориям дел. Но пока ограничились тем, что будет информационная встреча с медиатором, вследствие которой в дальнейшем может использоваться уже непосредственно процедура медиации. Но я скажу, что действительно и мировой опыт свидетельствует о том, что определенная категория дел, она предрасположена к тому, чтобы начинать введение этого спора с переговоров, с того, чтобы попытаться сторонам найти какой-то компромисс. Почему? Потому что, опять-таки, тоже заблуждение по брачно-семейным конфликтам о том, что расторжение брака, оно одномоментно решает весь круг проблем, которые накопили в семье. Это совершенно не так, поскольку ввести диалог необходимо по всему комплексу вопросов, и по элементным обязательствам, и по спору, связанным с достижением соглашения о воспитании детей, и так далее, и так далее. И вот именно медиатор и призван нести эту нагрузку с тем, чтобы попытаться привести стороны к какому-то общему знаменателю. Тем более, если мы ведем речь, предположим, о расторжении брака, не всегда лицо, которое обращается в суд, оно заинтересовано в расторжении брака, и такое бывает. То есть люди просто достигли какого-то порога психологического с тем, чтобы высказать свои претензии, обсудить их каким-то образом. И опять-таки здесь хорошее подспорье – это та же медиация. И все-таки скептики скажут, зачем нам вводить еще одного человека в спор, зачем платить за еще одну единицу. Толя Анатольевич, а вот из практики, научились ли мы ввести грамотно диалог, не сжигая мостов, и в спорах, которые касаются работы, дома, улицы, общества? Сложный вопрос. Научились, но не все. И не всегда. Мы люди, и у нас есть эмоции. В конфликте человек не может мыслить рационально и сохранять спокойствие. Лично я не видел ни одного человека в веселике, который мог бы логично мыслить. Это с одной стороны, а с другой еще и разбираться во всех тонкостях законодательных, что немаловажно. Да, конечно. Думаю, что обратиться к медиатору, это всегда беспроечный вариант и полезный. Человек, находящийся в конфликте, не может мыслить рационально и сохранять спокойствие. Поэтому это востребовано, и с каждым днем, мне кажется, будет более и более развиваться. Сергей Иванович, а вот еще важная информация. По каким правилам медиация заработает в стране с июля 2020 года, что неплохо знать каждому из нас? Неплохо знать, что существует такое понятие, как информационная встреча с медиатором. Что это значит? Это значит как раз-таки встреча с медиатором, которая и разъяснит все прелести применения медиативных процедур, все, что с этим связано. Притом опять-таки условия, что человек должен иметь не только общее представление об этом институте, но и понимать, что конкретно медиатор в состоянии ему предложить в разрешении его конфликтов, в разрешении его спора по тому делу, которое перспективно будет либо в суде, либо каким-то образом еще разрешаться. Поэтому, если касаться информационной встречи, я еще раз подчеркну, что здесь много было обсуждений в части того, что касается вообще введения обязательного института медиации, но нужно понимать, что медиация настроится на принципах добровольности. И если стороны не желают каким-либо образом выходить на мировое соглашение, на медиативное соглашение, то, естественно, она не состоится. Но прежде чем принимать какое-то решение, как минимум, нужно встретиться с специалистом, обсудить эти все вопросы и хотя бы попытаться достигнуть какого-то взаимоприемлемого решения. Хотя бы попытаться. Может быть, есть еще что-то очень важное, на что стоит обратить внимание? Что меняется в законодательстве с 1 июля 2020-го, Виталий Анатольевич? С 1 июля 2020-го года медиация становится одной из форм обязательного досудебного урегулирования. При этом к этой процедуре возможно обратиться на любой стадии судебного производства, вплоть до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения. Даже в разгар судебного соседания по предложению и решению одной из сторон можно уйти в медиацию в мирное решение конфликта? Совершенно верно. Александр Александрович, вот как по-вашему, когда медиация станет по-настоящему популярным инструментом решения спорных моментов и конфликтных ситуаций? Когда оформится и будет ретранслирован социальный запрос на применение медиации, когда люди научатся договариваться друг с другом, когда они смогут не только говорить, но и слышать другого, и когда предложение достигнуть какого-то соглашения, предложение к переговорам не будет восприниматься как проявление слабости. Вы как дипломат ответили на мой вопрос, а вот моя вторая попытка все-таки будет звучать так. Хорошо, но вот около 10 лет нам понадобилось для того, чтобы с большего люди понимали, что такое медиация. Еще 10 понадобится для того, чтобы мы пришли к тому, чтобы медиация стала по-настоящему популярным инструментом решения конфликта. А вот здесь я снова скажу про ум информирования. Если информирование будет, если оно станет еще более массированным, если это будет доноситься до людей более явственно, то тогда, наверное, и медиация будет более распространена. Потому что, обращаясь к собственному опыту, я вам могу сказать, за все время работы в суде апелляционной инстанции, за время действия закона, лично я только один раз слышал, когда во время разъяснения процессуальных прав и обязанностей, сторона в споре спросила, а позвольте, объясните, пожалуйста, еще раз, что такое медиация? То есть подобных встреч, как сегодня, я сейчас говорю о нашем эфире, должно быть в разы больше и не только в Нагомельском областном телевидении? Я полагаю, что и подобных встреч должно быть больше. Как правильно заметил Сергей Иванович, должен широко применяться такой инструмент, как информационная встреча с медиатором, чтобы люди представляли, понимали, видели и видели в этом действительный и действенный путь решения проблем. В этой студии еще в 2015 году, если не ошибаюсь, мы впервые встречались с экспертами, в том числе и коллегами Сергея Ивановича из Минска, для того, чтобы рассказать, что же такое медиация. Много ли поменялось с тех пор, и людей, оказывающих такую услугу в Гомельской области стало больше? Ведь это тоже важно. Конечно, и медиаторов значительно больше стало. Если мы анализируем, предположим, 2015 год по отношению к 2020, то в 2015 это были единицы, сейчас это уже десятки медиаторов, которые готовы предложить свою помощь, готовы предложить встретиться с людьми, провести процедуру медиации, но и, коль мы касаемся в целом вопросов, связанных с достижением каких-то мировых соглашений, с достижением, опять-таки, какого-то согласия, то, очевидно, его нельзя достичь без встреч, без введения переговоров. Роль медиатора именно в том и состоит, чтобы обеспечить площадку, обеспечить возможность людей встретиться, пообщаться, обсудить все спорные моменты и попытаться прийти к какому-то общему знаменателю. С какими проблемами чаще всего сегодня обращаются к вам и вашим коллегам, говоря о медиации? О медиации? Ну, конечно, такой самый популярный. Семейная? Конечно, брачно-семейные споры, потому что сейчас у нас уже в стране образована Лига семейных медиаторов. Вот, то есть, этот институт, он наиболее востребован в силу всех психологических моментов, которые сопряжены со спорами, поскольку, да, расторжение брака состоялось. Больше не супруги, но родителями продолжает быть. Опять-таки, здесь связь, которая в семье так или иначе прослеживается, она затрагивает интересы там, бабушек, дедушек, внуков. И спектр, конечно, проблем, он более широк, нежели, ну, имеют общее представление сами супруги при расторжении брака. Если касаться иных категорий, да, более-менее востребованных в свете дня сегодняшнего, то это вопросы, опять-таки, коммерческих споров. Примирительные процедуры, они уже достаточно давно существуют в экономических судах, но, по сути, это предтечие той же медиации, о которой мы сегодня говорим. Это и трудовые споры, это и вопросы, связанные с восстановительной медиацией, это и вопросы школьной медиации. То есть, вот, если тематически приводить сегодня какие-то примеры. Талия Анатольевич, медиаторы, это специалисты универсальные или сегодня в основном у каждого свой профиль? Я думаю, что все-таки у каждого специалиста должен быть свой профиль, не может быть специалист хорошего во всех областях. Кто-то занимается семейной медиацией, кто-то предпочитает экономические споры, тем более, что специфика, она очень-очень разная. Я знаю, что не так давно нотариальная палата регион разработала специальный сайт о развитии медиации в Гомельской области. Чем он может быть полезен зрителям Беларусь-4? По нашему скромному мнению, а также по отзывам наших коллег, для человека, который посещает этот сайт есть все необходимое, чтобы понять, нужна ему медиация или нет. Если принимается решение о разрешении спора в медиации, то на этом сайте есть все самое необходимое. По крайней мере, есть возможность получить ответы на большинство вопросов и сориентироваться. Говоря про механику взаимодействия участники спора плюс медиатор, как строится диалог здесь? Медиация отличается тем, что в ней нет оценочных категорий. Нет плохих, нет хороших, нет правых, нет виноватых. В этом специфика все направлено на то, чтобы прийти к взаимно выгодному, взаимоприемлемому решению, которое устроит обе стороны. Юридическая сила у решения, которое принято в рамках такого соглашения, есть? Да, конечно. Медиативное соглашение, которое обязательно оформляется письменно, может исполняться принудительно. При этом очень важно, чтобы это соглашение было подписано сторонами и медиаторам, не затрагивало интересов третьих лиц, соответствовало законодательству и требуем, которое определяется к мировому соглашению. Вот еще важный момент. В случае судебного разбирательства, правильно ли, Александр Александрович, судья назначается без ведомых сторон. Конечно. А вот в случае перехода к медиации в спорном моменте предлагается, как понимаю, одним из тех, кто, к примеру, знает о медиации чуть больше или готов к ней. Как избежать лоббирования интересов? Вы ведь понимаете о чем я? Но стороны сами определяют, кто будет медиатором. Вы предлагаете Виталию Анатольевичу, а я настаиваю на Марии Степановне, как быть? Еще одного медиатора и в этом спорном месте? Медиация состоится только в том случае, если две стороны достигают соглашения, в том числе и в этом вопросе, в вопросе выбора медиатора. То есть нужно начать с подбора кандидата, говоря про медиатор, вместе. Тогда уйдут дополнительные вопросы, а вот не помогает ли он лоббировать интересы одной из сторон? Конечно. Ну и медиатор в любом случае должен сохранять нейтральность по отношению к сторонам и оставаться вне конфликта, вне этого спора. И буквально коротко, тоже я уверен, этот вопрос витает сейчас в воздухе, чем в финансовом плане, что немаловажно, отличаются услуги, которые оказывают медиаторы, адвокаты, нотариусы, другими словами, что выгоднее в спорной ситуации? Я не стал бы здесь проводить различий. Почему? Потому что все-таки специфика работы адвоката или того же медиатора или адвоката-медиатора она несколько различна. И здесь самое главное все-таки достижение итогового решения. И опять-таки законодательство дня сегодняшнего исходит из тех соображений, что если стороны приходят взаимоприемлемому решению, это существенным образом отражается на тех судебных издержках, которые они будут нести. И если мы ведем речь о работе медиатора, о участии его в том, чтобы было достигнуто медиативное соглашение, здесь иной раз дело не обходится и без участия представителей адвокатов. Поэтому я не стал бы здесь проводить какую-то грань с точки зрения оплаты труда представителя или медиатора. Если стороны настроены на то, чтобы вести переговоры, всегда можно достичь взаимоприемлемого решения. Тем более работа что с медиатором, что с адвокатом, она строится на договорных началах. И здесь всегда есть тема для обсуждения, для выработки опять-таки того решения, которые устроят все стороны. Тем временем в Беларуси медиация приходит и в учреждения образования. По какому алгоритму будет развиваться и действовать новый пилотный проект для Гомельской области? Об этом узнаем в комментарии главного управления образования обл.исполкома. Эта служба будет помогать и ребятам, и педагогам, и родителям находить выход из самых кризисных ситуаций. Проект этот очень интересный. В этом учебном году этот проект запущен в Гомельской области. что он собой представляет? В идеале школьными медиаторами будут выступать сами учащиеся. Но для того, чтобы их обучить, нам необходимо обучить определенную группу педагогов. И это педагоги, в первую очередь, педагоги-психологи. Гомельским областным институтом образования разработана обучающая программа, недельный курс по обучению школьных медиаторов. Вот этот проект, он достаточно интересный на уровне республики. Пришлось поработать, пришлось найти материал для обучения, пришлось привлечь специалистов с республики, потому что опыт новый, и он сегодня получает определенное развитие. Еще, когда в школе появятся педагоги-медиаторы, они смогут работать с детьми, разработаны курсы, обучающие для ребят, а в дальнейшем сами ребята по методике равное обучает равного будут работать в этой службе. Это будет здорово. Можно различать два направления конфликта. Внутренний конфликт и внешний конфликт. Внутренний конфликт внутри себя. Это способствует развитию в конечном итоге. Внешний конфликт может очень серьезно навредить. Внешние конфликты в учреждении образования, коль сегодня мы говорим об этом, конфликты ребенок-ребенок, ребенок-учитель, ребенок-родитель в структуре системы образования, ну и, конечно же, конфликты учитель-родитель. очень важно понимать, что происходит, очень важно понимать, как локализовать эти конфликты и как правильно выйти из ситуации для совместного, дальше эффективного образовательного процесса. Безусловно, любые конфликты могут мешать образовательному процессу и в итоге проиграют все. Чем из вышеперечисленного и родителям, и детям, и педагогам, подготовленным специалистам зачастую бывает достаточно сложно работать? Сходу не скажешь о том, какой из вариантов конфликтов более сложен. Все зависит от того, насколько этот конфликт уже запущен и насколько стороны готовы прийти к примирению. Очень важно на раннем этапе, в ранней стадии развития этого конфликта на него обратить внимание, понять, что это конфликт и что нужно сделать стоп всем сторонам этого конфликта. И здесь, как понимаю, достаточно много работы предстоит социальным педагогам и психологам, которые работают в школах. Есть ли к ним доверие со стороны детей в первую очередь? Безусловно. Основная тяжесть работы в этом вопросе, но и интерес при этом ложится на плечи педагогов-психологов в первую очередь, ну и, конечно же, педагогов социальных. Педагог-психолог это условный врач души в учреждении образования, который знает признаки определенного заболевания, который знает, какими формами, методами, путями излечить вот это заболевание и как потом проводить дальнейшем профилактику этого заболевания. Сегодня учреждение образования педагог-психолог это ключевая фигура. Он должен помогать не только детям, он помогает родителям и, безусловно, помогает педагогам справиться с любой конфликтной либо сложной ситуацией в учреждении. Всегда ли так в жизни? Вы отслеживаете вот насколько уровень доверия высок в учреждениях? Вы же понимаете, как в любой другой профессии все зависит от профессионализма, от опыта работы. Все зависит от того, насколько любит этот специалист свою работу, насколько он в нее погружен и живет этим. Не будем далеко ходить, вы возглавляли в свое время одно из учреждений образования Гомеля. Как там работали с этими проблемами? Мы всегда говорили о триединстве. Ученик, педагог, родитель. Только так можно найти выход из любой ситуации. Только так можно справиться с любой бедой. И был пример в нашем учреждении образования. Только так в триединстве можно шагнуть далеко и даже за границей Китая. Работая в учреждении образования, очень важно иметь тесный контакт с родителями. И это не только формат родительского собрания, когда ты у школьной доски, а родители где-то там за партами. ребят, очень важно иметь близкий контакт, понимание ситуации в семье, понимание ситуации в классе, понимать и уважать мнение как родителей, так и педагогов, но при этом стоять на защите прав и интересов ребят. Очень важно неформальное общение с родителями любых классов от первого до одиннадцатой. Очень важно встречаться в неформальной обстановке и обсуждать на самом простом бытовом уровне любые проблемы. К сожалению, общаясь с родителями, мы понимаем, что многие моменты недопонимания либо каких-то правонарушений, преступлений, негатива, социального негатива, нехороших вещей, которые происходят с детьми, в основе всего этого лежит конфликт. К сожалению, молодые родители и даже немолодые родители не знают, что конфликт это проблема и как любая другая психологическая проблема с ней нужно работать. Есть этапы возникновения конфликта, нужно знать способы, методы, формы, которыми можно локализовать этот конфликт. Уже работая тогда в учреждении образования, мы понимали, что необходимо этому обучать, как обучают писать, читать, правильно ходить, правильно думать возможно, так нужно обучать правилам выхода из конфликта, а в целом недобущение конфликтных ситуаций и бесконфликтному общению. Знаю, на национальном уровне в Беларуси уже работает точечно пока в том или ином из регионов служба школьной медиации. Как считаете, необходим ли такой проект, такая инициатива нашей области? Я думаю, что он очень необходим. Виталий Анатольевич, как вам такой вариант? Здорово. Это будущее. Это, кстати, наверное, в том числе и вклад в правовую грамотность, ведь начинать нужно не в 30, не в 40, когда впервые столкнулся. У них уже в культуре общения будут медиативные навыки. Насколько мне известно, в Гомельской области 5 школ участвуют в этом проекте. Назначены как внутренние, так и внешние кураторы. Внутренние кураторы это, как правило, педагоги, психологи и социальные педагоги. Внешние кураторы это адвокаты, нотариусы и представители вузов. Они прошли также все обучения. Эта работа продолжается пока в режиме видеоконференции, но у нас живут великие дела. И еще одна сфера, достаточно новая сфера применения медиации в регионе. В Беларуси год назад попытки предпринимались. Опыт покажет, насколько действенна. Я знаю, что специалисты, медиаторы готовы оказать информационную помощь и тем, кто придет в отделы ЗАГС. В каких случаях, Карина Сергеевна? Предложат, когда при расторжении брака люди обращаются с заявлением и им будет предоставлено право на обращение к медиатору. Я знаю, что это пилотный проект областной нотариальной палаты и управление юстицией области полкома. С чего все начиналось? И, как считаете, жизнь не способна ли инициатива? Все это начало с главного семьи. Всем известно, что крепкая семья это ячейка благополучного общества и основа стабильного государства. К сожалению, в стране большое, очень большое, недопустимо большое количество браков заканчивается разводом. Иногда это осмысленное решение, иногда, большей части, зачастую, это необдуманные и посмешные. Люди, которые находятся в конфликте, не отдают себе отчет иногда происходящим и допускают, что незначительные размывки и просто ссоры незначительные семейные, которые бывают у каждого, приводят к масштабному конфликту. Главная идея, главный смысл этого проекта сохранить семью, сохранить конструктивные и цивилизионные отношения между супругами. И еще в тему немного статистики и примера регионального. Каков процент, каково соотношение разводов по отношению к бракам в регионе? На сегодняшний день статистика немного печальная, потому что 50% заканчиваются разводами на сегодняшний день. Это если взять и разводы в ЗАГСе, и разводы в суде. Потому что на сегодняшний день есть два понятия. Как в ЗАГСе они разводятся по обоюдному согласию, не имея несовершеннолетних детей, и спор об имущество. Если эти три пункта есть, то они разводятся в ЗАГСе. Если какой-то из этих пунктов присутствует в их жизни, то тогда они обращаются в суд за разводом. С июля месяца мы уже говорили, каждый, кто пришел с заявлением о разводе, получит возможность получить консультацию медиатора. Как чувствуете? Вы ведь общаетесь практически с каждым, кто приходит, к примеру, в ваш отдел ЗАГС, а люди допустят постороннего к этому уже очень тонкому моменту? Конечно же, будут те, кто нет. Но мне кажется, что может быть, если, как уже говорилось ранее, будет эта тема более в средствах массовой информации, может в интернете, где-то... Да и просто в бумагах, наверное, да. Я думаю, что когда люди, больше людей пойдет к медиаторам, то начнется еще такое, ну, скажем так, сарафанное радио, которое, если кому-то понравилось, даст кому-то совет тоже сходить, и это тоже будет, мне кажется, иметь место быть. То есть людям сегодня нужны добрые примеры, которые закончились хэппи-эндом? Да. А вы ведь тоже наверняка не остаетесь в стороне, когда видите заявление на столе. Стараетесь ли вы и ваши коллеги как-то повлиять на решение пары? Ну, знаете, когда вы начали спрашивать этот вопрос, мне вот в голове сразу вспыхнула одна пара, которая приходила буквально недавно, и они пришли, я думаю, говорят, лица знакомых, наверное, думала заявление на брак подавать. Нет, они пришли вместе, держась за руку на расторжение брака. Ну, я честно думала, что они не вернутся, потому что при расторжении брака дается месяц на, скажем так, раздумья. чтобы выдохнуть, еще раз все взвесить. Ну, к сожалению, они вернулись, расторгли брак, я уже не знаю, по какой причине они вообще приходили, но меньше всего они были похожи на людей, которым нужен развод. Вот, может быть, в этот момент, если бы человек, медиатор, находился бы очень где-то близко, может быть, закончилось бы все по-другому. Поэтому, ну, это начинает только работать, может быть, это наберет обороты и все будет намного лучше, чем есть сейчас. Это с одной стороны, но ведь, согласитесь, видавшие виды экспертов вряд ли строят воздушных замков. Главная задача все-таки хотя бы оставить пару друзьями, ведь это тоже большое дело, ведь после развода начинаются следующие правовые взаимоотношения, то, о чем сегодня уже говорил Сергей Иванович, не только. Конечно, лучше вообще сохранить семью, ну, или хотя бы, да, оставить друзьями, также по отношению к детям, у них же есть общие дети, для них они мама и папа, и они должны сохранять хотя бы ради детей стремление показывать детям, какая семья должна быть, несмотря на какие-либо семейные обстоятельства между собой. И в этом плане тоже помощь медиатора здесь может быть необходима? Необходима и полезна, если своевременная, конечно. Итак, уважаемые гости, время подводить итоги разговора. Когда же, на ваш взгляд, медиация станет по-настоящему популярным инструментом и по-настоящему эффективным инструментом работы в конфликтной ситуации? Когда же жители региона будут не только четко понимать, что же такое медиация, но и активно пользоваться? Пусть только в экстренных случаях, но пользоваться будут. Александр Александрович. Когда начнет расти уровень нашей правовой грамотности, меняться наше мировоззрение, еще раз повторю, когда мы научимся слушать и слышать друг друга. Думаю, необходимо, чтобы прошло некоторое время, чтобы понять все преимущества медиации. С каждым днем к этому институту все больше и больше интереса. Люди доверяют все больше и больше мы это видим этому институту. Сергей Иванович, около пяти лет назад в этой студии мы начинали говорить о медиации, которая пришла в регионы, в Гомельскую область. Вы-то какую оценку дадите информированности населения и тому, насколько активно идут процессы, о которых сегодня говорили? Я хотел бы подчеркнуть, что, наверное, в том числе и благодаря нашей прошлой встрече, количество медиаторов на Гомельщине уступает только численности столичных медиаторов, что, в общем-то, очень есть положительный момент. Ну, а что касается опять-таки перспектив, сейчас медиаторы готовы к тому, чтобы всячески способствовать развитию института. Все зависит уже от наших граждан, уважаемых. Не нужно скромничать. Как только они начнут чаще обращаться к медиаторам по различному спектру вопросов, естественно, почувствуют все прелести этого института. Я думаю, сама медиация заработает в полную силу. Дорогу оселить идущую. Да, совершенно. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин